Всем привет! Не прошло и полгода, и всё-таки прошло. Как наконец я доделал третье видео о создании каньона в Исландии. Вы на канале CG Corner, меня по-прежнему зовут Андрей, и в этом видео я расскажу о финальном этапе создания этой работы в блендере. Я разберу материал для гор и работу с картами высот. Итак, залетаем в блендер и поехали! Я сделал дубликат моей основной модели каньона, и на примере этого дубликата покажу настройки шейдера и в целом, как я работаю с картами высоты из ГАИ. Сами горы я как раз обычно делаю через карту высоты и модификатор дисплейсмента, а не через экспорт меша из ГАИ. Мне такой способ показался более удобным, особенно когда модель ещё в процессе работы, и ты её периодически меняешь. Прыгаешь из программы в программу, и постоянно загружать туда-сюда модель обновлённую не очень-то удобно. А так, если ты работаешь через карту высоты плюс дисплейсмент, то можешь просто обновлять файл и подгружаешь новую текстуру, и у тебя меняется твоя гора, соответственно. Сохраняя все модификаторы и трансформации, которые ты на неё набросил. Также при использовании этого способа, сам бленд файл весит меньше, чем если загружать полно-детализированный меш. Процесс такой. Создаю плейн, делаю ему сразу несколько уровней сабдивижена, так как до работы с дисплейсментом нужна плотная сетка. Потом увеличиваю размер до нужных величин. Я стараюсь работать в реальных размерах объектов, ну, приближенных к реальности. На этом этапе важно не забыть сбросить скейл объекта, то есть нажимаем Ctrl-A и выбираем скейл. Если этого не сделать, тогда, когда вам нужно будет рассаживать деревья по этому объекту, то их придется уменьшать либо внутри скаттера, либо уменьшать сами модели деревьев. Далее на плейн накидываю модификатор с сабдивижен, через него теперь будет удобно регулировать финальную детализацию вашей модели. Можно также использовать мультирезолюшн. Используя пониженный уровень сабдивижена на W-порта, я ставлю более высокие значения для рендера. Потом назначаем модификатор дисплейсмента, выбираю текстуру, которую мы получили, как карту высоты из Гая. Так как у нас большие размеры объекта, значение силы дисплейсмента нужно будет сильно поднимать. Обычно это пару тысяч. Координаты для нашей карты ставим UV. Как можно заметить, по краям модели вылазят артефакты. Дисплейсмент там уходит или вверх, или вниз. Но это легко решается, если ставить в разделе маппинга Extended. Тогда края карты высоты продлеваются дальше, и эти артефакты исчезают. Color Space у карты ставим Non-Color. Ставим нужный уровень сабдива для работы, и наше модель готово. Можно переходить к шейдингу. Материалы этого каньона это смесь из трёх отдельных шейдеров. Вода, трава и скалы. Также у меня по тем же маскам смешиваются ещё и дисплейсмент карты. Начнём с травы. Это квикселевский материал, какого-то мха с достаточно большим масштабом. По умолчанию он не сильно интересный и виден тайнинг. В этом примере я скрываю тайнинг за счёт наложения текстур из Гая. Другой способ, как можно скрыть тайнинг, можно посмотреть в этом видео. Так, я взял текстуру цвета, полученную из Гая, и смешал её с цветом оригинальной текстуры мха. Сейчас во всех работах, где есть текстура травы, я добавляю такой хак для имитации полупрозрачных эффектов оригинальной травы. Используя ноду Layer Weight и Gradient, я делаю маску, которая усиливается в зависимости от угла обзора. Таким образом, подмешиваю дополнительный цвет на частях ландшафта, который повёрнут под острым углом к камере. В данном случае это такой оранжевый цвет. В ноде можно использовать Fresnel или Facing. Работают они по одному и тому же принципу, только у Fresnel маска будет нелинейно усиливаться от угла. У Facing более равномерно. Далее цвет я слегка затемнил и добавил насыщенности. Также добавил тёмных пятен, используя карту Soil как маску. Перейдём к нормалу. Я взял изначальный нормал мап от мегаскановского материала и подключил её в ноду Bump с картой дисплейсмента от этого материала. Добавил ещё одну ноду Bump, куда подключил карту высоты, по которой получил из Гая, смешал два этих бампа. Так как у меня карта высоты в PNG формате, то при приближении видна лесенка, которой не будет, если использовать формат большей битности, например, EXR. Но так как я смешиваю несколько бампов и нормалов, то эта лесенка не будет сильно видна. И поверх этого я добавил ещё одну карту нормали, которую мы получили в Гае. Таким образом у нас grass normal, такая без, плоская. Я отключаю ноду, используя функцию стандартного дона нод Brangler, нажимая Ctrl-Alt и правая кнопка мыши. Мы как бы ноду не отрезаем, а выключаем само соединение. Полезная штука, советую использовать. Теперь, подняв уровень Subdiva, можно уже посмотреть на наш ландшафт. Но у нас остаются проблемы на крутых склонах. Так как мы использовали карту высоты, то эти места вытягиваются вверх и выглядят плохо. Для улучшения ситуации в этих местах я добавляю второй шейдер скалы. Делаю через миг шейдер помазки с лоб частей, которые я получил из Гае. Для регулирования масштаба я использую отдельный объект, куб, на который ссылаюсь в ноде текстурных координат. Для того, чтобы текстуры правильно проецировались, им нужно выставить тип проекции, бокс для каждой текстуры. Также задать уровень смешивания на места, где они изменяют свой угол проекции. При триполонарной проекции наша текстура накладывается на модель как бы с трёх сторон коробки по осям XYZ. Здесь используется стандартный материал из мегасканов. Единственное, я его немного десатурировал и сделал более тёмным. Дальше разберёмся с водой. С водой тут немножко более сложная история, так как я добавлял анимацию движения у воды, которую по факту не видно. Я не собирал эти ноды сам, а взял готовые решения, которые используют так называемые флоумапы. Я не буду разбирать, как этим пользоваться. Это предмет отдельного видео. Можно посмотреть примеры тут. Дальше используя маску River Depth из Gaia, я добавил этот яркий шейдер к моему основному материалу. Теперь перейдём к дисплейсменту этого материала. У меня используется микс трёх дисплейсментов – скала, трава и дополнительный шум на слоуп-частях. Для травы и скальных частей я использовал карту дисплейсмента от оригинальных мегаскановских материалов, которые смешиваю по той же слоуп-маске. Таким образом мы получаем наш основной ландшафт. Но для большей детализации и для сокрытия подтянутых слоуп-частей я добавил ещё дополнительных моделей от мегасканов. Тут буквально четыре разные модели, которые продублированы. Я взял модели из пака Nordic Coast или Nordic Beach, но для лучшего сочетания с нашим ландшафтом я их слегка перетекстурил. Конечно же, никаким дисплейсментом не сделать нормально красивые такие сложные модели, поэтому их нужно либо скульптить, или добавлять готовые отсканированные куски. На изначальную модель мегасканов я накинул второй материал травы, а также поменял цвет самой скалы. Для этого я отредактировал карту Альбедо, сделал её более тёмной. А для того, чтобы выделить скальную часть, я использовал карту FOOZ, которая идёт вместе с ассетом. Эта карта является маской для растительности на объекте, поэтому если её инвертировать, мы можем воздействовать только на скальную часть нашего объекта. Поверх основного шейдера я добавил ещё один для травы. Для этого я использовал Normal Map мегаскановского ассета. С помощью ноды Separate XYZ я разложил эту карту по координатам, используя координату Z в качестве маски, которая отвечает за плоские части объекта, что мы видим при взгляде сверху на объект. Я добавил ещё один шейдер поверх основного. Второй шейдер – это копия шейдера травы, которые используются на основном ландшафте. Единственный момент – нужно масштаб текстуры в нём слегка отрегулировать, так как объект меньше. Этот второй шейдер травы я объединил в группу и скопировал на все уникальные объекты сканированных скал, которые я добавил в сцену. Почему удобно использовать группы для таких операций? Эта группа является связанной копией по умолчанию, и если я буду что-то добавлять или изменять внутри этой группы, эти изменения будут происходить во всех копиях. А для того, чтобы использовать уникальные данные у каждого объекта, а именно уникальную карту нормали, я вывел связь с нодой нормали вовне группы. И таким образом, всё, что мне нужно сделать для нового объекта, это вставить группу после основного шейдера и подключить нормали. Для дополнительных деталей я добавил ещё несколько видов камней, которые раскидал по всему ландшафту. На камне я добавил сверху траву по той же технике, что и на мегаскановских ассетах. Для скатеринга объектов я использовал плагин GeoScatter, который является наиболее мощным плагином для этих целей. Я сделал три системы распределения камней по ландшафту. У всех у них прекрасные названия, очень понятные. Для более лучшего смешивания мегаскановских объектов с ландшафтом, я добавил камни также и на сканы. Для распределения этих камней я использовал некоторые маски, а именно ограничения по высоте для разных систем, а также по углу наклона плоскости, и рандомизации вращения и масштаба камней. Таким образом камни появляются на плоских частях моих объектов. С основными объектами разобрались. Дальше я добавил водопады, которые у меня сделаны через анимированную текстуру. Шейдер этого водопада можно скачать по ссылке в описании. Стоит он недорого. Сам водопад это простая геометрия, которая через модификатор Shrink Warp спроецирована на ландшафт. Для некрупных планов подойдет. Теперь перейдем к атмосфере. Атмосфера во всех моих сценах сейчас делается следующим образом. Ставится большой цилиндр, на него назначается Principled Volume Shader с нулевой плотностью. Дальше я беру ноду неба, которая освещает сцену, пакую ее в группу и копирую в материал атмосферы. Группу делаю для удобства, чтобы менять параметры только в одном месте. И подключаю цвет моего неба в цвет эмиссии Volume Shader. Силу эмиссии ставлю очень низкую. Конечно, это не совсем корректный способ, но он позволяет получить более естественный цвет чистой атмосферы, с нужной синевой. Потому что если делать через Volume Scatter, который появляется, если Density выше нуля, как делают большинство людей, то вы получите грязноватый эффект с темными цветами, который больше подходит для пыльной атмосферы или тумана с облаками. Но если нужно получить чистый цвет в ясный день, то через Volume Scatter вы его не получите. Также при использовании только эмиссии скорость рендера не снижается и нет шума. Рассеивание света можно добавить отдельно при необходимости. Например, в этой сцене я сделал дополнительный объект, на который уже добавил материал с плотностью. Этот объект у меня выступает в роли низковисящих облаков. Плавный переход я сделал за счет градиента с накинутым на него шумом. И вот мы подошли к последнему штриху, который на финальном видео практически незаметен, но так любим всеми художниками. Это птицы. Так выглядят модели птиц. Три птички с разной частотой взмаха крыльев. Далее я создал три эмиттера, которые испускают частицы, используя эти модели. Для их движения я назначил физику типа Боид, которая имитирует движения стаи птиц. Птицы я рендерил на отдельном слое с прозрачностью и добавил уже на композе в нинюке. Надеюсь, вам было полезным это видео, поэтому буду благодарен лайкам, подписке на канал. Также хочу напомнить про свой телеграм-канал, на котором я периодически публикую випы своих работ, а также какие-то вещи интересные касательно CG в целом. А также я сделал аккаунт на Блендер Ките и потихоньку забрасываю туда ассеты из своих сцен. Этот каньон там же есть. Ссылки, как обычно, в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok